Девушки отдыхают Как всегда своей улыбкой озаряете хмурые Утренней улыбкой Которая немного, скажем, чем отличается от вечерней Но она также редка Александр, спасибо огромное, что вы к нам пришли Мы ваши поклонники Мы поклонники кинематографа Мы поклонники мысли, которые исходят от вас Александр, что мы сегодня будем с вами готовить? Мы с вами сегодня будем готовить очень сложное блюдо Очень сложное Главное, что у этого блюда огромная история Прекрасная Да, история наша не со мной тоже у него огромная Поэтому получится это сегодня? Нет, я не знаю Называется это ростбиф Ростбиф Да, просто жареное мясо Запеченное, да? Ну да, запеченное Но сначала пожаренное, в этом-то секрет Запеченное пожаренное мясо Ростбиф в качестве гарнира В качестве гарнира к ростбифу Можно все что угодно, лучше никакого гарнира Ростбиф, поскольку ростбиф это мясо Правильно ли я понимаю Это мясо, которое не запекается не до состояния А именно Да, и вот оно-то как раз холодное Ростбиф должен быть окровавленным Окровавленным Да, при ним Ростбиф окровавленный Да И трюфли гордость Да, про трюфли мы сегодня ничего не будем говорить Вот почему я говорю, что его и в горячем виде можно подать Да То есть это тогда будет второе блюдо, что основное А можно с утра тоненько порезать и лучшие закуски подводят Тоненько порезать, можно на хлеб, можно сэндвичи с ростбифом Да, да Выдавьте проводку Салат можно салат Я-то выхожу, да Я вот стою и ждать, почему не налили-то до сих пор? Александр, вы знаете, для вас Специально для вас Ну-ка, ну-ка, ну-ка Чудесно Давайте поставим здесь, чтобы этот процесс у нас покурил Я хочу вспомнить еще один рецепт Ну, в качестве гарнира к основному, да, блюду Это называется салат гадючий или перестроечный Салат гадючий перестроечный Да, да Вы, Александр, в то время жили за океаном? Нет, почему? Перестройку я встретил и отметил здесь Перестройка не была с причиной, по которой вы уехали Именно этим салатом мы ее отмечали Ну, прекрасно Давайте же тогда начнем с розлифа, да? Насколько я понимаю, какое-то время он будет проводить в духовке Он, да, сначала он должен здесь Обжариться, потом в духовку Духовку мы уже разогреваем 250 градусов Значит, Александр сказал важную вещь, связанную с мясом Значит, что это? Во-первых, это вырезка Вырезка говяжья Это вырезка говяжья, никак не телячья, ничего никаких И вот говяжья, вот ровно такого размера Такого кусочка, да, прекрасно Можно даже, если вы собираетесь готовить это вечером, утром достать Если с мясом ничего не сделается, оно должно быть не просто комнатной температуры Оно должно немножко подвять, что называется Оно должно вот, да, из него лишняя влага должна выйти Вот, да, ненужная, которая в холодильнике Значит, давайте мы вот бумажным полотенцем Я... Да-да-да, вот прям, да-да-да-да Не стесняйтесь, можно еще сушить Можно сушить феном Сушить феном можно посушить Ну, да? Но не очень горячим, потому что, в принципе, есть способ, когда мясо готовится при помощи фена Да, есть такие способы, когда при помощи фена готовится не только мясо Да, кстати А можно, знаете, как сушить мясо? Кстати, в разный способ сушить Можно заплести мясо в косы и пробежаться по траве, куда-нибудь к реке И мясо будет в волосах, ну, как можно... Можно мясо вывешивать на коммунальной кухне, но это такие пиццедушные способы Да, да Значит, вот, в принципе, мясо, ну, более-менее... Да, и тут главный, главный, с моей точки зрения, совет, который я могу дать телезрителям Его не надо солить перед тем, как жарить Потому что соль, да, моментально дает соль И он начинает вариться просто Нам это не нужно Нам это не нужно У нас задача первая Нам нужно скоагулировать белок, который располагается на поверхности Текут слюнки от ваших рассказов Коагулировать белок нам нужно при достаточно высокой температуре с использованием масла Поскольку дома не у каждого есть сковородка вот таких размеров, чтобы можно было сразу кусок вырезки на ней поджарить У каждого есть противень в духовке Можно достать вот такую штуку, да, вот И прямо вот здесь Прямо поставить нам на плиту Ну, давайте Давайте, давайте Проверим Давайте, все, что проверить А маслом мы будем обмазывать... Поскольку это хорошее масло Это масло замечательно И жаростойкое, назовем его Вот, 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 да Маэстро де олива Ну, мы будем тут всегда и козы Что, Александр, я думаю, что, наверное, уже можно, да? Попробуем, да А давайте вы, а что-то я все Действительно, что-то я все Давайте вы, потому что ваши рассказы, но вы гениально готовите Вопрос вот в чем Так Коньяк-то есть у нас, нет? Александр Коньяк нам понадобится Вы заставляете нас выставить все козыри на стол Да, да, да Тонкая же очень... Да, но она раскаляется моментально Давайте уж тогда... Не-не-не, подождите Прямо оно Кладите Кладем Вот так, хорошо Смотрите, 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 что здесь происходит Вот так Сейчас оно скукожится, съежится Бедная маленькая выриска Подождите, не спешите переворачивать Не спешите Слушайте, Александр, как вы держите руки Вы личные движения на кухне не осуществляете Дело в том, что я не просто люблю готовить Я люблю еще, когда... Я руковожу процессом, знаете Это прекрасно Это будут... Но вот с сургантом это впервые Обычно там две-три женщины красивые Так, ты сделай это, ты порез что-то, ты... Все Я могу надеть юбку, Александр Можно перевернуть Можно перевернуть Да Да Оно холодное, не бойтесь Вот Главную задачу мы выполнили Для чего мы это делаем? Так, объясните Мы создаем защитную корочку Для того, чтобы потом, когда мы его в духовку положим Из него влага не выходила Собственно Чтобы он, собственно, запекался Соответственно, нам нужно будет и боковую часть вот эту потом Придется Придется Придется, да? Ты с ничего не поделаешь Ой, запах пошел Пошел запах такой Можно перекладывать И, как это ни странно, здесь мы тоже не добавляем ни соли, ни перца Ничего не добавляем Да Стоп Ни фольги, ничего Ничего Вот так Никакой фольги Вот так вот просто Вот, друзья, посмотрите Ну Просто взяли кусок мяса и положили его Да Мы готовим, друзья, вот сейчас я выключу противень Потому что, да Сейчас хороший повод для веселой шутки Можно позвать, допустим, мать жены Сказать, мама, возьмите противень, унесите с кухни Она возьмет Ну и дальше она побежит достаточно быстрее, чем бегает обычно на кроссе Александр, скажите Да Не надо ли нам, еще раз, я спрашиваю вас, слишком манит меня вот эта кисть смазать Нет, нет, нет Смазывать это Нет, нет То есть вообще ничего Мы сейчас поместим в духовку То есть корочки никакой Нет, сейчас мы поместим в духовку Он все равно этот вот кусок мяса даст сок Даст сок, безусловно Вот этим соком мы начнем поливать его каждые там пять минут Значит, друзья Но это не все еще Для чего попросил коньяк? Минут за пять Я как раз вот этот вопрос не вызвал Нет, нет, это я попросил водку А, извините Я же не могу сразу это Кто вас знает Хотя хуже Вы уже ноги сегодня встали Справа или слева Да, я по-моему не вставал сегодня Могу выбрать У вас выбор, да Так вот, для чего коньяк-то? И чем хуже коньяк, тем лучше Лучший, да Чем больше в нем карамели, тем лучше Почему? Потому что мы возьмем кисточку У нас же есть кисточка вот такая Будем карамелизировать Да Это потом, да? За пять минут до окончания Мы просто немножечко смажем его коньячком Пару раз, да И он приобретет, во-первых, нужный оттенок А во-вторых, появится маленький-маленький привкус Вот этой вот недозволенности Маленький привкус недозволенности Да Да Если вы готовите это не на противень, а все-таки у вас есть достаточно большая сковородка Для такого куска мяса Да То вот сюда, прямо на раскаленную сковородку Нужно вылить еще пол чашки воды Подождать, когда она начнет выкидывать Собрать вот это все Собрать вот это все И не выкидывать, а отложить Потому что это будет основой для соуса Который потом можно будет подать к разберу Друзья Да, маленький привкус недозволенности Да Что тут сказать Да, так говорил Распутин Заглядывая в казармы Суворовского полка Так, друзья, давайте Давайте За 250 градусов Все, отправляем Да, отправляем Давайте, вверх и нижний раз Окей Отправляем и дальше будем за этим мясом следить Да, надо только посмотреть, да, во сколько мы туда отправили Но дело в том, что к моему глубокому убеждению Розбив должен быть розбивом Он должен быть на срезе Розово Представлять из себя нет Такие концентрические Окружности То есть В центре он должен быть Почти кровавым Не прожаренным Совсем Потом по краям он должен быть розовым И давать сок И уже сверху он может быть коагулирован Мяренький, обжаренный До угольков Да Соответственно, вот такая вот у нас, друзья Представит Картина на срезе Поскольку я не знаком с вашей духовкой Более того, мы скажем Мы знакомы с ней и все равно не ручаемся с ней Не дружим Нет Да Вот тут просто придется тогда методом тыка, но понимаете С розбивом Какая история Как только ткнул Пошло мясо Ну, можно зубочисточкой аккуратно посмотреть верхний слой Да, ничего страшного не произойдет Но резать его нельзя Потому что как только вы порезали его, вы его испортили Уже все Друзья Я напомню, что у нас происходит Александр Гордон Несмотря на ранний час Ждет, когда ему нальют Ждет Вот смотрите, Александр Я вам налью Смотрите Раз Оп Смотрите Вот как Я оставлю И уйду Если я вернусь И это будет, Александр Нельзя У нас же все Добить его Друзья, у нас Александр Гордон На кухне У нас короткая реклама на первом канале После которой мы вернемся Друзья, вы знаете, что первоначальная картина Михаила Врубеля Демон Называлась папе После стоматолога Два часа есть нельзя Дядя Вить Одолжи свое ветеранское удостоверение Нам с ребятами на секунду В гастроном сбегать Эрик, Мария, Ремарк Жизнь взаймы Дорогие друзья Смах на первом канале У нас в гостях сегодня Александр Гордон С которым мы готовим сегодня Рост пип Который уже готовится А кстати, вот есть у вас Список продуктов Вы Обратите внимание Я зрителей призываю обратить внимание Вы С научной Точки зрения Подходите к многим процессам Кулинарии То есть вы Знаете все то, что мы называем чудом Для вас это никакое не чудо А объяснение Соответственно У меня вопрос Есть ли какие-то продукты Которые вы не используете В собственном меню Вот я сторонник того Что все, что сам приготовил Можно есть Все, что приготовили другие Лучше не надо То есть подождите Вы Это означает, что вы в рестораны Выходите редко? В рестораны, во-первых, я хожу редко Во-вторых, в ресторане я заказываю то Что я могу увидеть на тарелке И без всякого подвоха Вот это вот отдельно Это отдельно То есть китайскую кухню вы не Китайскую кухню я очень люблю Но китайская кухня настолько элементарная И там все настолько понятно Ну мне, по крайней мере Да Там есть всего Это потому, что вы знакомы с биологией Китайцев Да Понимаете? Потому что мне как раз совсем не все понятно Я бы даже сказал, с физиологией китайцев я знаком Потому что когда я пиццу возил в Бруклине Был такой период жизни у меня Рядом дверь-дверь была китайская Забегаловка на вынос 40 градусов на улице 100% влажность Так Внутри 50 с копейками Потому что стоят два вока огромных Да Под ними все время горит большой огонь Два голых по пояс китайцы, которые не потеют 12 часов в день С шутками и прибавудками готовят китайскую еду Ну какая после... Ну конечно Китай победит всех Безусловно На кухне И итальянский повод, который готовит пиццу один Работают кондиционеры Понимаете? Джина Лабриджидо на кассе сидит и мало Мало Вот эти итальянцы, понимаете? Зажрались Зажрались Ну вот китайцы молодцы 12 часов Окей Друзья, давайте перейдем к салату Салат Гадючий называется Я убежден, что для салата нам понадобятся ножи Так вот, изобретателем этого салата, по слухам, является мой отец Так Который, открыв очередной раз холодильник И посмотрев на то, что там вот осталось Нашел только лук и томатную пасту Но, поскольку у нас времена-то постперестроечные То мы добавим еще пару ингредиентов, которые тогда были немыслимы Потому что у нас все овощи были сезонными, кроме лука Да То есть лук-то можно было купить круглый год Да Поэтому, поскольку у нас сейчас есть разнообразие Вы в этот, вот фантазию не ограничивайте свою Можете в этот салат добавлять все, что вам нужно Кроме помидоров Давайте начнем, да, лук А как крупно нужно нам резать лук? Лук нам нужно порезать кольцами достаточно крупными А потом эти кольца еще на 4 части То есть крупными кольцами на 4 части Да, вы сейчас будете плакать, я не могу на это смотреть Ваша знаменитая фраза Обращенная к любому кинорежиссеру, который приходит к вам на заказ Да, да, да Вы сейчас будете плакать, я не могу на это смотреть Реклама в закрытом показе Значит так Ой, как вы умеете Вот так вот, да? Да Прекрасно Ну, как вы умеете Ну, скажем вот так, да? Все Больно, хватит, хватит А, хватит Эксперимент, хватит Ну, подождите, ну давайте сделаем На всю группу Ну, пускай все попробуют Да Правильно, да, я что делаю? Абсолютно Так, дальше Теперь сюда добавляется, тупо добавляется томатная паста И сколько? Томатная паста, да, все А ваш отец был затейливым Все В 80-е-е-то годы, конечно, умел Да Тут как раз объем в банке Неудивительно, что вы сбежали в Бруклин Да Да Так, так Лук не должен пропитаться пастой Но паста должна увидеть лук Паста должна увидеть лук Да Все, кусок черного хлеба и салат готов Вот эти, я попробую Если был кусок черного хлеба, вы поняли, о чем я говорю Да я тоже попробую, я же соскучился Давайте У меня есть Чайной ложкой надо ездить Да, конечно Конечно, это же все очевидно Так, ну-ка Ну Ну, кстати Томатная паста с луком, да? Ну, кстати Ну, кстати Не хватает, конечно, соли Не хватает годючести этой пасты Да Поэтому Надо добавить соль и чеснок выдавить туда Так То есть мы начинаем делать уже сегодняшний вариант, да? Нет, мы просто приближаем А зелень туда добавить? Сейчас Мы приближаем пока эту пасту к той годючести, которая у нее была, да, в перестройке То есть вы думаете, что та паста была хуже, потому что в ней был чеснок и соль? Нет Сомневаюсь Нет Просто то, что они с ней сделали, с этой пастой, мы уже сделать не сможем А для того, чтобы добавить ядрености некой, да? Вот я предлагаю все-таки чеснок и соль Ну, в молодом чесноке вкусные даже вот эти штучки Да, можно? Да, с удовольствием, Александр, вам Да И, господи, я угощал, потом будете рассказывать Я просто Смаки наелся чеснока на матной пасту Да, так я просто сегодня после передачи с начальством встречаюсь Да что вы Да, да, дайте мне это Я хочу подышать Вот, нет, вот это Спасибо Прошу вас Так, так Так, друзья, похлопайте, пожалуйста, Александру, который не... АПЛОДИСМЕНТЫ А вы, кстати, перед... Когда к вам приходят маститые кинокритики, кинорежиссеры, веселые актеры Угу У вас есть какое-то меню вообще для... для встречи с разными гостями в вашей программе? Да, 200 грамм коньяков Серьезно? Да, вы... Желательно, чем хуже темно Плохого коньяка перед началом? Да Плохого, потому что они... Теперь я понимаю, почему вам не нравятся многие фильмы, Александр Потому что 200, а не 300 Да, нет, я говорю, что феномен заключается в том, что некоторые мне нравятся именно потому, что... Не 300, а 200 То есть вы столь снисходительной именно... Да, именно от этого Все, ну не надо мельче Ну раз у нас лук-то крупный Да, лук-то крупный Ну конечно, чеснок должен быть Добавили сюда чеснок Соль Желательно, конечно, крупный, чтобы на зубах хрустело Да, но я, кстати, вообще... я привержен с крупной солью Я люблю, когда соль хрустит на зубах без всяких... Да, 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 отличный Все, вот так Теперь давайте это перемешаем Давай, все Александр, вот сейчас смотрит на вас создатель, думает, зачем я ему руки сделаю? Придете ко мне в передачу, думать за вас буду я Да, Александр, вот, вот, давайте, вот это я за Я за Значит, а... Соль, да, мы добавили Соль добавили, зелень Теперь нет, вот еще давайте экспериментировать так Можно это я порезать? Да, Александр, конечно, вот он для этого Специальный нож, которым не резали лук Это очень важно Да, смотрите, это делается так Треть лимона Так И тупо туда Тупо туда Да, вот так, да Все Так Теперь зелень, зелень не всякая Вот, например, кинза и, может быть, немножечко тимьяна, хотел сказать Эстрагона Эстрагона То, что называется тархун Да Да, вот чуть-чуть мы туда этого добавим Так Все правильно Вот чуть-чуть Так вот Да? Да И вот такой небольшой пучочек Небольшой пучочек Смотрите, становится-то все вкуснее и вкуснее Угу Так Вот, друзья, тот самый Я могу, да? Кирпичиком Ой, тот самый, да Пахнет по-другому, но с виду тот самый Пахнет по-другому Пахнет по-другому, потому что водитель за ним бегал, в руках нес обратно Ну Я думал, потому что годы прошли Годы прошли, да Я вот, Александр, вот я же, несмотря на то, что мы с вами практически ровесники Да Я помню, когда я Вы знаете, ну вот вы так удивленно говорите, да А большинство говорят, да Да Большинство гостей Вот Ширвиндом стояли здесь Я вот помню, когда приходишь в эту булочную И в булочной вот этот хлеб, бумажки висит, чего-то нет А я заходил в булочную после школы и покупал ржаные лепешки такие были, с квадратной насечкой сверху за 7 копеек, не помните? Значит, мы все-таки не совсем ровесники Мы просто в разных городах, Александр, в школу ходили, понимаете? А, у вас же, да, у вас же булки Да У вас же булки Булки падают на поребрик, да У парадного, да У парадного Это тот случай с Машей Распутиной до сих пор В Петербурге Друзья, мы добавляем всю зелень сюда Всю зелень сюда, не стесняемся Не стесняемся абсолютно И если бы у нас был не болгарский перец, а зеленый перец уже Ну, я думаю, что и так хорошо Александр, а я думаю, что вот это То есть, если тот салат все-таки был посвящен перестройке, то этот давайте мы назовем Нано 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 салат Друзья, ну, кстати Я думаю, что это, кстати, вещь Да Это, кстати, вещь, Александр Да Вот сейчас нужно отрезать хлеб Положить на хлеб Это Ой, я вам обещаю Подожди Так, вот мы отрезаем горбушечку Ой, горбушечка Делаем ее так, как нарезали в столовых Помните? Да-да-да, саматозно Вот так Да-да-да Ужасно Вот тогда Это саматозно Вот так, да А вот именно вот так, да Да-да В столовых Так, нарезаем в столовых Берем Да Берем салат Да, очень хорошо Вот так вот Держите Спасибо огромное Наливаем водочку обязательно Ну что вы, Александр, это я просто засуетился Наливаем водочку Вот так Так, я и себе налей чуть-чуть Просто так Для блеска в глазах Вот Так И большая прелесть этого салата Он не портится никогда То есть он может стоять у вас в холодильнике полгода Вот в любой момент В любой момент Потому что ему хочется Его можно взять С собой в поезд Москва-Владивосток И угощать Ну что, друзья И невзирая на температуру Да Друзья, ну давайте Попробуем салат Он уже не перестроечный все-таки Он уже чуть-чуть Мы добавили туда Салат «Томатная паства» Да От Александра Гордона Ну давайте Чуть-чуть больше соли И все Главное, что Гай прелесть вот это На салаты в телевизионной передаче Заново надо гримироваться Да? Да Нет, это ошибка Ага Но пробивает О! Окей, так Ну здесь же правда Друзья, поаплодируйте Александру Это Это не Это не шутки Это серьезная вещь Это серьезная Я хотел бы, Александр, обратить ваше внимание Вот на что У нас Необходима небольшая пауза Александр Да Нам нужна небольшая пауза Сейчас Зубы почистим Нет, зубы почистим Ну это Безусловно, Александр Все, что хотите У нас пока идет реклама Я вас оставлю на секунду На нашей кухне У нас Я напоминаю Рост биф Находится внутри Духовки И источает соки Ну такие Средние соки Средние соки Запекается Внутри В духовке Александр Гордон Только что съел Салат Собственного приготовления Под названием Талатная паста У нас небольшая реклама В нашем Литературно-кулинарном Альманахе После которой мы вернемся Вы знаете, что Кумин В переводе с абхазского Означает Чемпион Абхазии По горным лыжам Мы с тобой разошлись Разошлись навсегда Что за мысль Несказанная Черная Без тебя и наступят И минут года Колбаса моя сырокопченая Валерий Брюсов Все кончено Дорогие друзья С вас на первом канале У нас в гостях Александр Гордон Готов салат Александр Нам очень срочно Нужно коньяку Добавить к мясу Давайте я прямо Молни-молху достану Я посмотрел Что там уже сок У нас пошел Да Да Сок пошел Друзья Посмотрите Как это выглядит Этот сок нам пригодится Обязательно Нужна кисточка И некая емкость Вот пожалуйста Кисточка у нас вот эта Прошу вас Да Во-первых Можно наверное Вот Значит просто Недорогим коньячком Недорогим коньячком Вот друзья Обратите внимание Вот точно так же Микеланджело Сикстинскую капеллу Да Вот так же Понимаете Все делали А потом он брал кисть В конце Кстати Когда запекаете индейку Любое белое мясо Да А это тоже хороший рецепт Именно коньяком Коньяком Некоторые делают яичным желтком Некоторые делают еще чайник Сметаной Коньяком И нужно быстро в духовку И на максимальном Максимум В духовке Вот ставим Макс Написано Макс Это еще осталось В том моменте Когда кто-то другой Вел эту передачу Макс Леонидов Пробовался Написал здесь Не пошло Пока у нас Процесс карамелизации идет Давайте сделаем соус Он очень простой Давайте Нам правда надо будет дождаться Либо вот помните Мы здесь хотели собрать Остатки Да Либо вот тот И вот тот Да И 50 на 50 Дижонская горчица Только с зернами Давайте вот здесь Дижонская горчица С зернами Да Так Да 50 на 50 Ну две ложки Со сливками я имею ввиду Давайте Сейчас я достану Одна ложка Два ложки Да Доставайте сливки Сливки для соуса Мы достали Написано Сливки для соуса У нас Хорошо Так Ну сколько же Да где-то Ну где-то столько же Да Все Мы это перемешаем Добавим сюда Соуса От мяса И буквально На там 20 секунд Прикрыв чем-нибудь Поставим микроволновку Для того чтобы она была Не холодным все-таки А теплым Для этого У нас микроволновки нету Александр Не может быть Может быть нам Вот на такой сковородочке Маленькой Давайте Давайте А что мы Вот можем сразу Раз И все Единственное что у нас Нету сока От мяса Сока Почему нет Он там есть Мы можем кстати его Сейчас оно карамелизуется Мы можем достать Друзья Насколько я Понимаю Александр Да Это можно доставать Лучше не будет Хуже не станет Вот посмотрите Вот этот сок Да Мы сливаем сюда И вот Осторожно Мясо Мясо Вот так Так ага Вот так Вот да Отлично Это мы оставляем Здесь Это мы оставляем Гостям Сами мы это есть не будем Вот теперь этот Теперь этот соус наш Куда это Так сюда Сюда Да Вот уже на сковородку Выливаем Буквально Пару Поменьше Да Чуть-чуть Доводит до До состояния Пузыречки появились Все Готово А мясо Как раз Должно В какое-то время Полежать Да Чуть отдохнуть В любом случае Когда мясо достается Вы помогаете Александр Да Да Мясо Вот видите Этот ростбиф 100% У нас получился Приготовленным Не так Как вы хотели С сырыми Фрагментами Внутри Хотя Хотя если Вот в головной части Мы отрезаем Скорее всего Розовое Там еще останется Я с вашего позволения Александр Еще и Не очень знаком С вашей Еще раз говорю Плитой Перчика Перец Соль Вот теперь самое время Перец Лимон Да Самое время Соль Перец Лимон Но сейчас бы Лимон не советовал Потому что Мы готовим этот соус А он все-таки Будет в конфликте С лимоном Еще раз говорю Что ростбиф В горячем виде Лучше есть Ну как бы Более похожим на стейк То есть там все-таки Что-то какая-то толщина У него была Там сантиметр Порезать кусочек А холодным уже А холодным надо Просто вот как Папиросную бумагу Александр Именно Прошу вас Александр Все Вот соус у нас готов Соус переливайте сюда Переливаем Сюда Кто все это мыть будет Александр Сам удивляюсь Прихожу бы это Мне бы так Прихожу бы это Так И теперь я прошу вас Ну конечно Конечно вы Давайте мы Сделаем два надреза Один у самого кончика Чтобы посмотреть Что у нас здесь получилось Так Ну здесь оно Передержано Явно Хотя Если вы видите Сок на срезе есть И сок Оно не высушено Оно не высушено Просто кто-то не любит кровь Вот идеальное место А вот здесь А вот здесь Должно быть По идее То, что мы То, что доктор Ну конечно Да Ну конечно Ну давайте Александр По кусочку То отрежь Знаете Есть такие мудрецы Хитрецы Которые для того Чтобы он выглядел лучше Этот ростбиф Они его Обваливают Во всяких специях Которые в духовке сгорают И дают Такой насыщенный Черный цвет Снаружи Такая корка Да Но мне кажется Что это лишнее Все-таки Давайте Александр Прекрасно Но вот Именно эта вырезка Вот То мясо Которое мы Это будет лучше Холодным И очень тонко порезанным Прекрасно Дождемся Дождемся Теперь смотрите Мы берем Немножко соли Обязательно Крупный Крупный Это очень хорошо Я люблю крупную соль Тоже Берем Свежемолотый Свежемолотый перчик И вот так Да Александр На краешек тарелочки Мы делаем вот так Вот На краешек тарелочки Прошу вас Александр Сделайте Как вы хотели Мне сделать на краешек тарелочки Вот так Вот так Наливаем водочку Наливаем Александр Простите Засуетился Да забыл Наливаем Рюмочку Рюмочку А как Конечно Зачем мы готовили Да В чем процесс Я две секунды потрачу На то Чтобы рассказать Как мы его готовили Мясо обжаривается На сковородке Со всех сторон Чтобы не выходил сок Закладывается в духовку За пять минут до конца Обмазать все мясо Кисточкой Коньяком Недорогим Для того Чтобы оно карамелизовалось Сверху После чего Сок от мяса Который получится Вы добавляете в соус Наполовину состоящий из сливок Наполовину из дижонской горчицы Зернами Соль Перец Мясо разрезается Александр Гордон Радостно улыбается в усы Друзья Александр Гордон Сегодня Смаки Так 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 Ну Нет Что я могу сказать Что вам не хватает Александр В этом розбитке Если у вас будет терпение Желание его тонко-тонко порезать Вот тогда Тонким ножом для розбифа Очень-очень тонким ножом Вот тогда это будет то То блюдо, которое мы готовим Спасибо огромное Александр Гордон Сегодня с вами Я вернусь Так, через секунду Мы продолжим Пировать, друзья Все Пауза К сожалению Мы вынуждены прерваться Увидимся с вами в следующем Нашем Литературно-кулинарном Альманахе Смотрите на следующий раз Вы знаете, что розбиф В переводе с белорусского Означает ниже 180 В секцию непринимаем АПЛОДИСМЕНТЫ